Привет! С вами Полина Громова, это Афиша от Истра. РФ сегодня очень ветрено, так что сегодня я буду так. Справимся как-нибудь. Мы сегодня снимаем в Москве, на Воробьевых горах. Пойдемте, покажу вам виды. Ну что, давайте гулять вместе по такой прекрасной погоде, а я параллельно, как всегда, буду рассказывать о том, куда сходить и что посмотреть быстрее. У нас на очереди рубрика «Кино», и сегодня я расскажу об очень актуальном фильме, особенно сейчас, потому что он называется «Повелитель ветра». И это биографическая картина о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове. За его плечами покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин. На этот раз Федор отправляется в новое, в самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Герой попадает в ураган. Без связи, без сна, почти без воздуха. Он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следи за человеком, который бросил вызов стихии. Что-то не так? Мы все с ним, потому что он, он один такой. Оскар, уроку войны дает разрешение на пролет. Не буду же они его сбивать. Возьмите себя в руки уже, от вас тоже многое зависит. Он там все чувствует. Выше не поднимайся, ты просто упадешь ко мне вниз. Я же всю жизнь к этому шел. Давай, Федор, держись. Ну что, мы спрятались от ветра в садах МГУ. И здесь я, наверное, позволю себе немножечко поразмышлять. Меня удивляют кинематографисты. Насколько у них хватает фантазии, придумывая сюжеты на темы, которые, казалось бы, поднимали уже сотни раз. К примеру, когда главный герой оказывается в другом теле. Сколько мы уже видели таких фильмов. Как правило, обычно с героем случается какое-то серьезное событие. Например, удар молнии, падение с высоты или банальное колдовство какой-то ведьмы. Новый фильм «Вася» не в себе снят абсолютно по такой же схеме. Но поверьте, такого вы еще не видели. В главной роли Павел Прилучный. Он крайне успешный столичный бизнесмен. У него есть красивая девушка, крутая машина, большая квартира. И только одно обращает его жизнь. Приезжие рабочие. Их Вася ни во что не ставит. И постоянно кидает на деньги. Но однажды он попадает в сильную аварию. А когда приходит в себя, то к своему ужасу обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело. Не главный какой тело, главный какой человек. Люди! Я люблю вас! Я такой голодный, целый свинья съел. Прикол. Шутка не халяльная. Октябрь. Время музыки. Чтобы услышать шедевры мировой классики, отправляйтесь в музей Новый Иерусалим. 14 октября в 5 вечера там пройдет концерт блистательного пианиста, победителя конкурса классической Евровидения Ивана Бессонова. Он исполнит для вас произведения Прокофьева и Рахманинова. А на следующий день, 15 числа, приходите послушать хор московского Данилова монастыря, одного из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. Концерт под названием «Авы Мария» пройдет к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 21 октября в 5 часов в музее пройдет вечер музыки Сергея Рахманинова 150-летия со дня рождения композитора. Для вас выступит пианист Сергей Лицкий. А 22 числа в 3 часа дня на сцене музея пройдет концерт под названием «Грани любви». Для вас выступит заслуженная артистка России, солистка Большого театра, обладательница уникального, глубокого и выразительного голоса Александра Дорсенева. Яркое театральное событие ожидает истру 22 октября. В городском доме культуры пройдет спектакль «Хочу купить вашего мужа». Это комедия Михаила Задорнова. Роли исполнят три знаменитых артиста. Мария Климова, Елена Сафонова и Валентин Смирницкий. Кстати, они уже приезжали в истру с этим спектаклем, и мы там были. Поэтому предлагаю посмотреть отрывок. Ну вдруг мы с вами подружимся? Ничего, живень! Конечно, у нас столько общего! Вы что? Издеваетесь надо мной, да? Сам Михаил Задорнов, ты знаешь, когда мы с ним связались, первое, это было давно, при его жизни, и вообще ему этот спектакль нравился очень. У него много же было шло по этому спектаклю, в разных театрах мало. Но вот наш спектакль он очень любил. Он даже одно время нам предлагал с ним работать как бы вместе в концернах, как бы одно отделение, а он работает в другое отделение, мы играем в спектакль. Ну у нас графики просто не совпали и так далее. Но он, когда мы ее взяли, и мы стали, мы ее сильно переделывали, переписали, грубо говоря, ему у него спросили разрешение, он говорит, делайте, что хотите. И потом он, когда смотрел, он даже нас за это поблагодарил, что мы ее сделали именно так. По сюжету спектакля в семейный дом является разлучница и предлагает продать ей неверного супруга за 200 тысяч долларов. Как в этой, мягко говоря, неординарной ситуации поступит обманутая жена. Героиня комедии находит весьма оригинальный выход из положения. Приходите 22 октября в 6 вечера билеты от полутора тысяч рублей. Ну что, друзья, вот и подходит к концу этот сложный выпуск афиши. Еще к тому же пошел дождь, но мы не отчаиваемся. Что я вам хочу сказать? Я хочу пожелать вам больше проводить времени, интересно куда-то ходить, посещать столицу, как мы сегодня. Я знаю, что многие жители Подмосковья, Москву не любят, но я вам скажу так, одно дело здесь жить, а другое дело отдыхать. А отдыхать здесь, правда, весело, интересно и классно, особенно, когда нет ветра и дождя. Ну что, это была афиша от EstreRef с Полиной Громовой и Михаилом Мораловым. Увидимся через две недели на нашем портале. Всех обнимаю, целую!